Продолжим грамматический разбор суры «Аль-Байна». Мы дошли до слов «Халидин фиха» в 6 аяте. «Халидин» — это «Хал» — обстоятельство образа действия. «Халин мукадрат» — обстоятельство образа действия, обозначающее действие, которое произойдет в будущем, так как они еще не вошли в ад. Это произойдет только после их смерти. Это «Хал» — от имеющегося в хабаре сказуемого местомения, т.е. «Ка инун халидина» — от местомения «Вау». «Валь-Хал» — обстоятельство образа действия, бывает в состоянии в юнитином падежи. У Алламата признак падежа нас в этом имени. «Аль-Яу» — «Аль-Максуру» — «Ма-Кабляха» — «Аль-Мафтуху» — «Ма-Ба'даха» — «Харфя» — предшествующая буква, которая огласована Касрой, а следующая за ней буква огласована Фатхой. «Почему ли аннаху джаму мудзаккарин салимун» — «так как это целое, неразбитое, множественное число мужского рода». «Анун» — «Анун» на конце — это «Ивадун аниттануины филисмил муфреды» — «Анун» является возмещением или замениттануину имевшемуся в имени единственного числа «Халидан». «Фи» — это «Харфу Джарм» — предлог родительного падежа. «Мобню аля сакунин» с неизменяемым окончанием сакуном на конце. «Ха» — это «Думир муттасл» — слитное имя сакунин «Мобню аля сакунин» с неизменяемым окончанием сакуном на конце. «Фи» — «Махалли Джарин» на месте падежа «Джар» — «Радиттин на падежа» — посредством харфа «Фи». «Валь Джар» — «Валь Маджрур» — предлог родительного падежа «Фи» и находящиеся посредством него на месте падежа «Джар» — местомение «Ха» — «Мутталликани бхалидин» — состоят в смысловой связке со словом «Халидин». Дальше. «УЛАИКА ХУМ ШАРРУЛ БАРИЯ» — «Те», то есть «Такие» являются наихудшим истворением. «УЛАИ» — это «ИСМУ ИЩАР» — указательное местомение «Мобню аля касрин» с неизменяемым окончанием сакунин. «Касры» — на конце. «Фи» — «Махалли Рафин» на месте падежа «Рафа» — «Именик-тин падежа» — «Муктадан» — подлежащее именного предложения. «Валь Кафа Каф» — на конце. Это у нас харфа «Хитабин» — частица, обозначающая второй лиц, указывающей на собеседника. В этом случае мы скажем, что «Аль-Ха» это «Домиро-Рафин-Мунфасалин» разделенное местомение падежа «Рафа» именительного падежа «Мубтада-Унттанин» Второе подлежащее. Не забывая о том, что мы еще не упомянули сказуемого первого подлежащего, первого «Мубтада-Ула-Ин». «Аль-Мимус-Саакинута-Сакунир-Нумим» на конце «Хум» Это у нас «Аля-Мута-Джами-Аль-Музакри» – признак множественного числа мужского рода. Это один вариант. Или же «Хум» у нас это «Домиро-Фасалин» – местомение различия, про которые мы подробно уже говорили в другой суре. В этом случае она выполняет роль вспомогательного признака, который помогает отличить хабр, сказуемый от «Табиа», то есть от имени, которое следует за предыдущим именем. Такие, как, например, «Бадаль-Приложение» или «Женаат-Определение», «Описание». И благодаря этому местомению мы понимаем, что имеем дело с хабаром, а не приложением или определением. Также оно усиливает смысл или, скажем, указывает на ограничение или охват. То есть Они ограничены этим, не уходят за рамки этого, что являются наихудшими людьми. То есть именно они и есть наихудшие люди, а не кто-то иной. В этом случае, как приводят некоторые, это на самом деле «Харф». То есть Мы скажем, «Ла махалля хуминал-Ирраби» не имеет места в падеже, так как его роль ограничена различиями различиями. Дальше Если мы скажем, что «Хум» — это второе подлежащее, потом уже «Вальмаптада-От-Санев хабару Ху» и второе подлежащее «Хум» и его хабар, сказуемое «Шарль-Бария», с заявляемым, указатель, спрос Gentleman. «Вальмаптада-От-Санев хабаре» вон жил fed в падеже. Но если же мы скажем, что «хм» — это у нас «дамир» и «фаслин» — местомение различия, то тогда «шар» — это будет «хабр» или «уляй» — сказуемым уже непосредственно для самого подлежащего «уляй». Значит, «шар» — это «хабр» — сказуемый. «Марфу» или «маптадай» — поставлен подлежащим состоянием раввы именительной падежи. «Адддама» — это признак падежа раввы этому имени. «Адддама» — это «зафирату» — это «мудав» — является мудавом первым членом из-за фиатной связки. «Аддама» — это «мудав» или вторым членом из-за фиатной связки, из-за фиатного сочетания. «Маджрурам» — это «мудав» — поставлен мудавом в состояние жарва родительной падежи. «Адама» — это признак падежа раввы именем «касра» — это «зафирату» на его конце. Аллаху а'нам!